Две часа дня в Киеве. Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Пять раз боевики прицельно стреляли по украинским военным с начала суток на Донбассе, сообщили в пресс-центре Минобороны Украины. Огонь вели из оккупированного Гальмивского. По Зайцево выпустили 20 мин калибра 120 мм, а по Павлополю 7. Также из гранатометов и пулеметов российские наемники били по Широкина и опытному. Потерь среди защитников Украины нет. Боевики не дали увидеть всех украинских заложников координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фришу. Он посетил оккупированный Донецк. Смог встретиться только с четырьмя заложниками. Их российские наемники не освобождают четыре года. Также он встретился с двумя незаконно задержанными гражданскими, сообщила представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. По ее словам, украинская сторона в Минске настаивала, чтобы координатор ОБСЕ смог посетить хотя бы 10 человек, в частности Станислава Асеева. Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы. В список добавили две нефтяные компании и 34 танкера. Их используют для экспорта топлива. Об этом сообщили на сайте Министерства финансов США. Согласно ограничениям, Венесуэла может продавать нефть на американском рынке. Однако вырученные средства зачислят на заблокированные счета. Доступа к ним у руководства страны во главе с Мадуро нет. Впервые Вашингтон ввел санкции против государственного нефтяного концерна Венесуэлы 28 января. Три человека погибли и 20 ранены из-за двойного взрыва на востоке Афганистана. Среди травмированных один ребенок и восемь полицейских. Об этом сообщили местные власти. Причина взрыва пока неизвестна. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрывы. До 70 человек возросло количество погибших из-за наводнения в Иране. 791 человек травмирован. Об этом сообщают местные власти. Десятки тысяч человек эвакуированы. Повреждены тысячи домов. Нарушено транспортное сообщение. Наводнение затронули почти 2000 населенных пунктов. В большинстве из них пропало электричество. На местах работают спасатели, медики и волонтеры. Ливни в Иране начались две недели назад. Но, по данным синоптиков, они прекратятся в ближайшие дни. Ретроавтомобили, мотоциклы, велосипеды. Во Львовском музее «Ретро-гараж» собраны экспонаты из разных стран мира. Инициаторы создания – местные коллекционеры и государственный исторический музей. Коллекция покорила местных школьников. Вот это мой самый первый велосипед на деревянных ободах двухскоростной 1936 года из Варшавы. В коллекции Игоря Гладуна более 50 велосипедов. Самые старые из них родом из 20-х годов прошлого века. Коллекционер также собирает мотоциклы и мопеды. С кем бы я не общался, у каждого спрашивал, нет ли старого велосипеда или мотоцикла. Вот так и по соседям, знакомым собрал эту коллекцию. Изюминка экспозиции – ретроавтомобили и олдтаймеры. Среди них семь представителей американского автопрома 1960-70-х годов. Их предоставил еще один львовский коллекционер. На каждом автомобиле умудрился сохранить оригинальные номера. Перед вами один из уникальных экземпляров. Это Ford Thunderbird Special Limited Edition 1965 года выпуска. Он был выпущен в количестве 4500 единиц в одном цвете. И вот одна из них находится у нас. В ретро-гараже есть еще одна особая экспозиция – мини-копии автомобилей. Почти все они эксклюзивны, потому что сделаны вручную. Мне просто понравилась такая модель. Я очень долго подбирал материалы, чтобы точно выполнить эту модель. Где-то три с половиной месяца делал. Видите, трубы изготовлены из кевлара. Еще использовал провода кожу. Конструктор создал почти 400 мини-копий. Среди них автомобили политических деятелей и звезд. Когда-то мне папа привез очень хорошую машинку. Я ее сначала сломал, потом отремонтировал, и так началось мое увлечение. Модели современных авто не делаю. Их можно увидеть везде. К тому же они похожи друг на друга. А тут ни одна не похожа. Музей старых машин и велосипедов с удовольствием посещают дети. Дмитрий сам предложил учительнице сходить сюда на экскурсию. Очень интересно было узнать об истории американских машин, историю мотоциклов, велосипедов. Они совсем другие. Сейчас они меньше и не столь широки, как когда-то были. Это они мне порекомендовали поездку сюда. Я очень довольна, что мы сюда приехали. Дети в восторге. Они впечатлены и очень довольны. В будущем работники музея планируют пополнить экспозицию новыми авто и велосипедами. А пока готовятся к международной выставке ретро-машин, которая проходит во Львове дважды в год. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, UATV. А ретро-фотовыставку можно увидеть на Андреевском узвозе в Киеве. Там проходит творческая весна, проводят мастер-классы. Подробнее нам расскажет корреспондентка UATV Тата Кривенко. Она с нами на прямой связи. Тата, здравствуй. Расскажи, как проходит мероприятие. Здравствуй, Лена. Действительно, сейчас на Андреевском узвозе настоящая творческая весна. Здесь собрались писатели, авторы книг, собрались поэты, художники. И все они выступают, а также наслаждаются фоторетро-выставкой. В частности, на фотографиях изображен подол, а также Андреевский узвоз за 100 лет. Очень интересно наблюдать, как менялся город с 1890 года по 1990. Сейчас предлагаю послушать одного из организаторов выставки. Цель мероприятия заключается в том, чтобы популяризировать среди киевлян и гостей столицы уважение к культурному, историческому и архитектурному наследию. Все, что осталось в городе Киеве и все, что еще можно сохранить, мы заботимся о памяти. Также здесь проходят презентации книг, книги о Киеве, истории Киева, а также его жителях. И художная выставка. Художная выставка, а также все то, что происходит на сцене. Сейчас музыкальная пауза. До этого выступали поэты, которые читали свои стихи. Также играли музыканты, которые также продолжат свои выступления чуть позже. Все это курирует творческий клуб «Хлам». И предлагаю послушать одного из участников клуба. Авторы «Лютость правы» будут читать свою поэзию. И в завершении, ну скажем, такой культурной программы, будет играть Александра Морозова, известная пианистка, которая также является активистом. Играла во время Майдана в мэрии и так далее. Мероприятие будет проходить целый день до 19.00. Организаторы приглашают всех разделить этот солнечный день, насладиться выставкой, посмотреть на картины, послушать музыку, а также больше узнать об истории Киева. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Тата. Это была корреспондентка ЮИТВ Тата Кривенко с подробностями проведения мероприятия «Творческая весна» на Андреевском узвозе в Киеве. А в Мариинском парке фитнес-блогеры провели утреннюю зарядку. Тренировались больше сотни киевлян. Акция эта приурочена ко Всемирному дню здоровья. Цель ее – популяризовать активный образ жизни и показать, что спорт – это весело. Закончился спортивный праздник забегом в один километр. Это первая наша акция посвящена активному образу жизни. Это не столько большие марафоны, большие дистанции. Это популяризация именно активного способа жизни. Мы бежим всего лишь один километр, делаем зарядку, разминку. И это все со звездами, чтобы было не только спортивно, а и весело, и уютно. Я занялась спортом два года назад. А бегать я начала год назад, потому что я получаю от этого удовольствие. И мне очень нравится, что мое тело выглядит так, как мне хочется, чтобы оно выглядело. Эту и другую оперативную информацию вы всегда можете найти на наших страницах в соцсетях, а также на сайте нашего канала – uetv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UETV. Субтитры создавал DimaTorzok